Приветствую вас, друзья! Меня зовут Марьяна и вы на канале Вкусная Еда. Предлагаю очень вкусный и нарядный рецепт слоеного салата, который подойдет к любому праздничному столу. Лесная поляна или грибная поляна, так тоже его называют. Слоеный салат отлично смотрится на праздничном столе и легко покорить всех ваших гостей не только интересным оформлением, но и очень гармоничным сочетанием продуктов. Для салата нам понадобятся довольно простые и доступные ингредиенты. Такие как копченая куриная грудка, картофель, морковь, яйца, маринованные или соленые огурчики, зелень лука и укропа, твердый сыр, маринованные опята, а также хорошие настроения. Салат получается красивым, достаточно сытным, питательным, а главное очень вкусным. Ваши гости по достоинству оценят салат в виде полянки с грибами. Салат станет достойным украшением вашего стола и всегда будет центром внимания любого торжества. Подготавливаем все ингредиенты для слоеного салата «Лесная поляна». Первое, что нужно сделать, это поставить варить все то, что требует варки, а именно картофель, морковь и куриные яйца. Когда все сварится, полностью остудите все продукты. Красный лук очищаем, мелко нарезаем и перекладываем в глубокую мисочку. К луку добавляем соль, сахар, яблочный уксус и заливаем холодной кипяченой водой. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 10-15 минут. Картофель, сваренный в мундире, очищаем и натираем на крупной терке. Копченую куриную грудку нарезаем на небольшие кусочки. Для салата можно использовать как копченые окорочка, так и куриную грудку. Салат с окорочками получится немного жирнее, тогда как с копченой грудкой более сухим. Отварную морковь очищаем и натираем на крупной терке. Сваренные вкрутую яйца чистим и также натираем на крупной терке. Маринованные или соленые огурцы нарезаем мелкой соломкой. Твердый сыр натираем на мелкой терке. С маринованных опят сливаем всю лишнюю жидкость и даем ей стечь. Затем промываем опята под холодной проточной водой, чтобы избавиться от характерной слизи. Зелень укропа хорошо промываем под проточной водой, обсушиваем и мелко рубим. Зеленый лук также хорошо промываем, обсушиваем и мелко нарезаем. Все продукты подготовлены, начинаем формировать салат. Для формирования салата я воспользуюсь кулинарным разъемным кольцом диаметром 20 см. Устанавливаем форму на подходящее блюдо, края разъемной формы прокладываем ацетатной пленкой, так нам будет легче снять кольцо с салата. И начинаем собирать салат слоями. Первым слоем и основой салата выкладываем натертый картофель. Равномерно распределяем по дну блюда и немного утрамбовываем при помощи пресса для формирования салатов или столовой ложкой. По вкусу солим и перчим. Сверху на картофель наносим сеточку из майонеза. Затем хорошо распределяем майонез по всей поверхности формы. Вторым слоем у нас будет копченое куриное мясо. Сверху на картофель выкладываем нарезанные на кусочки копченое куриное мясо и хорошо распределяем по всей поверхности формы. Наносим тонкий слой майонеза и равномерно распределяем по всей поверхности салата. С маринованного лука сливаем всю лишнюю жидкость. Выкладываем маринованный лук следующим, третьим слоем. Наносим тонкий слой майонеза и равномерно распределяем по всей поверхности салата. Четвертым слоем у нас будет отварная морковь. Сверху на лук выкладываем натертую морковь, хорошо распределяем по всей поверхности, немного утрамбовываем при помощи пресса или столовой ложки. По вкусу солим и перчим. Снова покрываем тонким слоем майонеза и равномерно распределяем по всей поверхности. Пятым слоем у нас будут маринованные огурцы. Сверху на морковь выкладываем нарезанной соломкой маринованные огурцы. Затем равномерно распределяем по всей поверхности формы. Наносим тоненькую сеточку из майонеза и также хорошо распределяем по всей поверхности салата. Следующим шестым слоем выкладываем натертые яйца, хорошо разравниваем и немного утрамбовываем при помощи пресса или столовой ложки. По вкусу солим и перчим. Покрываем тонким слоем майонеза и хорошо распределяем по всей поверхности формы. Сверху на яйца выкладываем мелко натертый твердый сыр. Это у нас будет седьмой слой. Хорошо разравниваем, утрамбовываем и снова покрываем тонким слоем майонеза. Затем хорошо распределяем по всей поверхности. Восьмым слоем у нас будет свежая зелень укропа. Выкладываем мелко рубленную зелень укропа сверху на яйца и равномерно распределяем по всей поверхности салата. Завершающим девятым слоем выкладываем маринованные опята. Сверху на зелень укропа аккуратно выкладываем каждый грибочек, как бы делаем ту самую лесную поляну из опят. Наносим тонкую полоску майонеза по всему периметру формы. Сверху на майонез выкладываем мелко нарезанный зеленый лук, аккуратно раскладывая по всему кругу салата. Накрываем форму слоеным салатом пищевой пленкой и убираем в холодильник для пропитки на 2-3 часа. Таким образом салат успеет хорошо охладиться и пропитаться. Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем пищевую пленку, затем разъемную форму и аккуратно удаляем ацетатную пленку. Подаем готовое блюдо к праздничному столу и радуем своих гостей изумительно красивым и вкусным салатом. Слоеный салат «Лесная поляна с опятами» готов! Приятного аппетита Вам и Вашим гостям! Всем спасибо, что посмотрели видео! Пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно!